И вот такой цветоносик. Хочу показать его поближе. Красивый такой, загорелый. С одной стороны хорошо отреагировали, и с другой стороны есть некие моменты, над которыми можно и задуматься. Я приступаю к работе с второй орхидекой. Обязательно чищу инструмент после работы с первой. Ватный диск у меня смочен спиртом. Так, и давайте рассмотрим уже эту орхидею и посмотрим, что будем делать с ней. И какие произошли вообще изменения за этот период. Сколько там, посмотрите, прошло времени. Три недели там. Сколько прошло, не знаю. Время для меня летит очень быстро, поэтому вы следите лучше. И вам делать оценку, быстро ли эти орхидеи показывают изменения. Вот такие. Так, что мы видим на сегодняшний день вот у этого растения. Выну я держатель цветоноса. Отрос вот такой прекрасный лист. Видите, он еще слипшийся. Я его не стала даже разлеплять. Чтобы показать вам сейчас этот момент, можно сделать на камеру. Оп. Вот такой листик. Будете видеть, как видно, сразу загар. Место, где было еще склеено, не подвергается воздействию света от лампы. И можно видеть разницу. Более зеленая листовая пластина, более светлая. Вот так воздействует световой прибор. Так. И что тоже обнаружила у этого растения? Тоже выдала цветоносик. Вот, посмотрите. Несколько пазух, значит, здесь у нас прохолостили. И цветонос вылез вот в этой пазухе. Хотя до этого она цвела тоже довольно-таки активно. Есть остатки от цветоносов. Но и тоже можно наблюдать, что не из каждой пазухи. И вот остаток цветоноса. Дальше вот с этой стороны остаток цветоноса. Здесь вот этот. Здесь этот упирается. Кстати, его нужно будет подрезать. Иначе он может... Лист под тяжестью может повредиться об острый вот этот край цветоноса. И может возникнуть бактериальная инфекция или присоединиться грибок. И часто это бывает травмоопасно. Прошу на это тоже обращать внимание. И корневую систему посмотрим. Так, что-то я такое интересное обнаружила. Сейчас покопаемся. Только вот благодаря камере. Смотря при большом увеличении. Очень даже интересно. Ну, смотрим, что мы видим. Видим хорошо активно растущие корешочки. Целый клубок корней. Здесь корни тоже прекрасно себя чувствуют. Грунт просох очень хорошо. Что такое чувство. Как будто он даже отделился от стенок этого тоже сиреневатого горшка. Активно растущие корни в горшке. По всему объему так же. Ну и к низу, видите, орхидея прекрасно освоилась. Корневая система хорошо развивается в нижней части горшка. И с этой стороны шейки тоже все прекрасно. Пытаются расти корешочки. Но вот и раскукливаются. Чешуйки мешают. Сейчас будем зачищать эти чешуйки. И давайте посмотрим, что же тут я такого интересного обнаружила. Только на камеру. Вам интересно? Так. Давайте пинцет. С помощью пинцета проведем исследование. Так. Держу горшок на весу. Поэтому могу его болтать. Уж потерпите. Ого. Посмотрите. Да это же ребенок. Это же ребенок орхидейный. Вот это да. Так. Сейчас мы его немного освободим. Он уже тут запутался. Вот это новости. Так. Сейчас. Так. Давайте я поставлю все-таки на стол. Чтобы было более устойчиво. Вам приближу. Очень неожиданные приятные находки. Как бы мне не пришлось разделить эти видеоролики. Потому как время идет. Длинные ролики тяжело просматривать. Поэтому не знаю. Скорее всего сейчас я в итоге посмотрю сколько займет времени. Вся эта процедура с тремя орхидейками. Напишите. Вам не сложно смотреть длинные видеоролики более 30 минут. Или приемлемо. Так. Очень аккуратно. Нужно будет не повредить. Чтобы не развелись никакие бактериальные проблемы. Так. Осторожненько. Так. Мертвые корни сейчас будем убирать. Корней тут достаточно. Даже можно будет жертвовать. И не только мертвыми. Но я думаю, что этого не потребуется. Поэтому вот так пока что пощиприм. Сухой тоже корешочек. Так. Интересно. Так. Вот этот тоже. Выводим. Такая нестандартная ситуация у меня получилась. Я никак не ожидала. Очень приятные новости. Кстати. Я скорее всего разделю этот видеоролик на несколько. Потому как. Хотя нет. В следующем видеоролике об этих орхидеях. Как они себя чувствуют. Я вам покажу все новости. По пеньку у меня тоже есть новости. И хочу вам показать. Что же там происходит. Вот. Видимо уже сухой листик от этой маленькой деточки. Так. Еще что-то наподобие листика. Видно вам? Да. Это листики, мне кажется. И она тут сидит давненько. И не было видно. Так. Вот. Иногда и требуется помощь. Такая. Здесь кусочек коры. Как бы его. Вот этот листик. Сейчас его выправлю. Ювелирная работенка на самом деле. Давай, малышка. Покажись нам. Так. И еще листик. Сейчас. Вот он здесь. Видите? Тоже весь такой зажатый. Весь такой зажатый. Вот он. Гармошистый. Если его расправить. Вот она так росла. Представляете, сколько времени росло это растение. И какая тяга к жизни. Это лист от этой детки. Посмотрите, она каких немаленьких размеров уже была, оказывается. И до сих пор продолжает расти. Мне все-таки интересно, откуда идет этот рост. Откуда идет этот рост. Ага. Я увидела, друзья. Сейчас почищу. И вам покажу поближе. Да. Еще чешуйку от нее снимаем. Сейчас вам покажу. Заглядываем под листок. И вот наблюдаем. Видите, там сколько скопилось еще этих сухих листиков. Вот. Все их нужно убрать. Так. Еще чуть-чуть, в принципе, осталось. И сейчас я дочищу. Мне кажется, что у нее даже есть собственные корешки уже. Сейчас будет все видно. Посмотрим. Сухие остатки. Отцеплю. И вот так. Ну, в принципе, думаю, что листочки я освободила. Нужно их немножко расклеить будет. Вот. Мешаются вот эти корешочки. Сейчас. Вот они, листики. Я их освободила. И даже можно еще этому листику помочь немножко разлепиться. Потому как краешки тоже начали у него подсыхать. Видите, в силу того, что он тут так заблудился, этот малыш. Мне кажется, у него в середке даже еще растет уже листик. Вот. Вот так проведу. Но больше я туда не полезу, чтобы не повредить ткани. Вот. Возможно, он найдет уже силы расправиться самостоятельно. Ну, а здесь у него уже есть и корни собственные. Так что вот так. Как мы с вами по приходу очень хорошо осматривали это растение. Каждое растение. И ничего подобного не смогли заметить. А при поливе, да, при неосторожном могло получиться. Так что это растение могло бы и погибнуть. И материнское растение могло бы погибнуть. Из-за того, что, допустим, в эту микророзеточку попала лишняя влага. Ну, сейчас мне остается подчистить ствол от этих чешуй. Видите, какие способные орхидеи. И я вам в ролике, как чувствуют себя все орхидеи, покажу всех. И расскажу о своих соображениях. Потому что забегу вперед. Не у всех растений приятные такие вот новости. И я уже проанализировала. И поэтому поделюсь с вами своими соображениями. И также буду с удовольствием читать ваши комментарии с вашими заключениями. Так. Ну, то, что чешуйки падают в горшок, это не имеет никакого значения. Не страшно. Не будет никакого гниения. Все переработается. Вот столько уже начистила я с двух орхидей. Ничего страшного. Так. Поближе поработаем с этим растением. Такая кропотливая работа, но очень интересная и успокаивающая где-то. Нужно проводить ее очень осторожно, чтобы не повредить растение. При этом порой чешуйки оказываются очень крепко держатся. Поэтому где-то нужно и придержать само растение. Где-то, возможно, прибегнуть к помощи секадера. Рассечь. Или отрезать. Так. Так. Порой они оказываются зажатые корнями, как вот здесь сейчас с этой чешуйкой. Чуть выше приступаем. Вот так сделаю. Не хочет. Когда не хочет, нужно попытаться с другой стороны. Здесь начинают прорастать корешочки. Вот так еще раз вам покажу. Вот зеленый корешочек пробивается. Вот здесь зеленый раскуклился. Сейчас попытаюсь осторожно. Еще очень много черных закукленных корней, которые не смогли пробиться. Об этом я уже тоже рассказывала. Видеоролик есть 14 причин закукливания корней. Тоже оставлю его в описании под этим видеороликом. Интересно кому. Посмотрите, почему закукливаются и не растут корешочки. Опять же все. Все заключения из собственной практики, собственных наблюдений. Здесь подчистили. Вот так выглядит. Видите, черненькая. Это закукленные корешки. Здесь можно вот так прибегнуть к помощи секатора. Рассечь. Так, чешуйку. Чтобы ее можно было потянуть вот так в разные стороны. И она уже снимется гораздо легче. Не нужно будет драть изо всех сил. В принципе, они наслоены друг на дружку. И очень важно найти вот это, разобрать как карточный домик. Чтобы не упал по порядку, одну за другой, одну за другой. Найти вот эту связь, как они расположены. И тогда все прекрасно зачистится. Вновь переворачиваю и смотрю, что теперь с этой стороны поддастся. Так, осталось чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Так, крутим, смотрим. Сейчас чешуйки я уберу. Так, осталось вот здесь под листиком подлезть. Момент такой. Момент истины. Давайте. Тоже нужно рассечь. Как вам, чтобы было удобно видно. Так. 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 Здесь тоже есть приросший корешочек. Так. 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 так приросший корешочек так и последняя чешуйка которую мы сейчас тоже почистим корешку прошло страшного их тут предостаточно так так заканчиваю и сейчас вам покажу что получилось тут какие-то уже мелкие нюансы можно уже и не трогать так сейчас что можно сделать подрезать вот этот цветонос который на лист делает упор таким образом чуть-чуть и теперь лист не касается этого цветоноса в принципе вот и все с этой орхидей кай можно сказать я закончила давайте посмотрим что же у меня получилось вот такая чистая шейка на ней наличие закукленных черных корешков каких-то опасных моментов я не наблюдаю и с этой орхидеи нужно обращаться очень осторожно аккуратно вот растет она довольно таки ровно никуда не заваливается посмотрите вот так она располагается и если бы она кренилась то я бы наверное приняла решение ее омолодить отрезать и посадить но дело в том что она имеет очень хорошо развитую корневую в горшке здоровые корни на поверхности много воздушных корней не такую уж и длинную шею которая кажется на первый взгляд к тому же у нее сейчас активно растет лист цветонос и я не буду брать такие риски на себя чтобы очкивать эту орхидею от всего этого богатства чувствует она себя довольно таки замечательно листики упругие в торгере и возможно мы то также с вами успеем понаблюдать ее цветение кроме того здесь у нее имеется дочернее растение давайте его покажу вам поближе еще разок вот так мы освободили ход для роста так вот как же она неудобно находится вот и видите у него уже есть несколько собственных корешков отходящих вот это более зеленые корешочки это его собственные корни вот поэтому что я здесь тоже предприму я здесь извлеку вот эти кусочки коры которые находятся на поверхности и можно легко без труда удалить вот так пинцетиком и заменю их на хороший свежий слой уже коры размера 1 и 3 вот ну а мы с вами приступим к обработке третьего растения